Купринскую детскую деревню можно сравнить с уютным микрорайоном. 28 лет она является домом для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня в 15 семьях живут порядка 100 детей. Спокойство и поддержку им дарят родители-воспитатели и помощницы. Наше учреждение является открытым, поэтому дети свободно перемещаются по городу, они посещают школы, детские сады и посещают кружки. И таким образом они адаптируются к условиям, у нас незакрытое учреждение, учреждение, которое приближено к семейным условиям, поэтому я думаю, что им здесь комфортно. Особенно приятно, что в эти светлые дни нас не забывает наша церковь в лице нашего архиепископа Иоанна. Конечно, с большим удовольствием дети ждут его, чтобы провести этот день вместе с ним и показать те концерты, те выступления, которые они для него подготовили. Христос воскресе! Вот просыпается земля и одеваются поля. Весна идет, полна чудес. Христос воскрес! Христос воскрес! Дети приготовили пасхальный концерт и порадовали владыку Иоанна своим прекрасным настроением и яркими номерами. После концерта архиепископ Реский Кубринский поздравил детей и взрослых самым главным праздником православных – Пасхой. Я поздравляю вас с праздником Пасхи. Праздник Пасхи, как вы уже тут нам рассказали, спили. Действительно радостный праздник. И каждый из мальчишек и девчонок был рад, ведь к Пасхе они готовились основательно и с нетерпением ждали гостя. В детской деревне мы обычно перед Пасхой выбираем дом, приводим в порядок территории, наряжаем пасхальное дерево уже каждый год. Мы вешаем на него ленточки разноцветные, украшаем яйца, которые делаем сами. Потом садимся за стол и кушаем. Нам приятно, что нас никто не забывает, и к нам приезжают, дарят подарки, и мы рады этому. Для меня Пасха – это когда мы украсим яйца, убираем дом, ходим к батюшке, светить Пасху. Сегодня в гости к нам приезжает батюшка, и я приготовлю для него песню. Для меня Пасха – это очень важный праздник. Дома мы всегда готовимся к нему хорошо. Мы убираемся, мы убираемся в доме, готовим пасточки вот эти, крашим яйца. Я люблю гостей, когда они приезжают, не забывают нас, подарки дарят, когда мы веселимся с ними. Архиепископ Брестский Кубринский, выступая перед ребятами, особо подчеркнул, что важно каждому человеку находить время и делать добрые дела, независимо от того, праздник это или будни. А потому такой приезд, несомненно, станет доброй традицией проводить такие встречи с подарками, общением, чтобы делиться радостью и помогать тем, кому меньше достается внимания, заботы, доброты. О Кубринской деревне я наслышан, читал о ней, знаю о ней, но да, действительно, я здесь впервые верю, что это будет добрая традиция посещения, взаимного обогащения. Сегодня мы вот послушали, как дети поют, как они общаются между собой. Это учит нас, взрослых, тому, как относиться. Конечно, как я уже сказал, хотелось бы, чтобы дети были в своих семьях. Но они не могут быть брошены, если они без семьи. Поэтому эти женщины, которые здесь, они заменяют им семью. И я очень благодарен им за этот подвиг, потому что воспитывать сейчас непросто этим людям, которые себя, так сказать, посвятили этому святому делу. Конечно, я желаю терпения, мудрости, мужества, ну и быть всегда примером, примером доброты, стойкости. Этот день для воспитанников Кубринской детской деревни стал настоящим праздником, ведь они получили внимание владыки и теплоту общения с ним. А вместе с тем и приятные эмоции от праздника Светлого Христового Воскресения.